Детская фантазия не знает границ, а при умелом руководстве взрослого наставника может стать основой для исследований, изобретений и открытий. Развитие детских способностей, поддержка идей и увлечений помогает привлекать даже самых маленьких исследователей к науке. Так в детском саду «Теремок» прошел интеллектуальный конкурс, в котором приняли участие самые умные и любознательные дошкольники, которые представили разнообразные исследовательские проекты. Перед нами поставлена задача. Сейчас наше государство просит, чтобы мы выявляли детей талантливых, чтобы мы формировали у детей техническое мышление, исследовательские навыки. Приняли участие не все дошкольные учреждения. Дошкольные учреждения «Славянки» приняли участие, выдвинули по одному представителю. И из детского сада «Буратино» с села Барабаш приехал у нас ребенок. Воспитанник «Теремка» Константин Джоголев рассказал всем о свойствах электрического тока и показал небольшие эксперименты. А вот Тимофей Рябов из детского сада «Тополек» продемонстрировал опыт извержения вулкана. Мне опытом понравился тем, что вулкан извергался. Я показывал своим друзьям в садике и я провел его с мамой дома. Воспитанницы детских садов «Светлячок» и парус «Майя Ткачева» и «Таисия Протасова» поделились своими наблюдениями за домашними животными – черепашкой и ежиком. А вот дошкаленок из села Барабаш Алексей Милиновский продемонстрировал различные опыты, которые провел над куриным яйцом вместе с родителями и воспитателем. Дети должны узнавать, им самим даже интересно узнавать, они очень много вопросов задают. И, естественно, мы берем темы, те, которые их волнуют. Ребята должны знать, что их окружает, что может произойти с теми или иными предметами. Как можно через опыты это узнать. Мы все это с детьми можем проделать, проговорить, посмотреть наглядно. Дети участвуют в этих опытах. Все участники конкурса серьезно подошли к исследовательской деятельности, выбрав интересные и полезные темы. Поэтому жюри было очень сложно определить победителей. Победителя, конечно, определить сложно. Но здесь мы смотрели, видите, некоторые дети, очень хорошие навыки публичного выступления уже есть. Свободно, осознанно дети себя ведут. И это важно. Все участники были отмечены грамотами. И, конечно же, каждый ребенок получил свой первый опыт публичного выступления с презентацией. Сумел повороть свое волнение, а также поделиться своими исследованиями и мыслями. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.